Хочешь прочувствовать на своей шкуре, каково это оказаться в тоталитарном обществе? Если да, то игры из этой подборки как раз таки для тебя. Всем привет, это канал JoyFoxPlay и это игры, где мы окажемся в авторитарном мире. Не будем затягивать, ставь кнопку лайка, ну а мы погнали к играм. Papers, Please. Новая игра в жанре симулятора, которая исполнена в довольно оригинальном стиле, где тебе предстоит сыграть самого настоящего инспектора по делам и миграции. Здесь ты будешь заниматься тотальным контролем и обследованием вещей граждан. Займись контролем и внимательно проверяйте каждого поступающего на наличие тех или иных запретных предметов. Только ты вправе решать пропускать ту личность дальше или же нет. Чтобы пропустить человека, тебе придется всего лишь поставить особенный штамп, как отметку, что все одобрено контролем. Проверяй фотографии в паспорте и тщательно следуй инструкциям. Если ты будешь невнимательным, то сможешь в два счета потерять собственную должность и даже родной дом. Следи за тем, чтобы в страну не пробрались контрабандисты, которые провозят незаконную продукцию. Они могут стать для тебя самой большой проблемой, если попадут в полицию. Bioshock Infinite. Отдельная история, которая относится к популярной на весь мир серии игр, которая основана на отличном движке. Именно движок дает тебе возможность окунуться в максимально реалистичную обстановку и пройтись по интересной сюжетной линии с массой поворотов и событий. Ты отправляешься в 1912 год, где США стали самой великой страной, где символ величия является город Колумбия, способный к полету. Но вдруг случается ужасное, и по неизвестным обстоятельствам порхающий город незаметно исчезает. Тебе предстоит сыграть роль бывшего детектива, который отправляется на расследование, дабы раскрыть все секреты, покрытые мраком, и постараться вернуть остров. Главная твоя задача во всей этой игре – найти девушку, которая всю свою сознательную жизнь была в заточении у колумбийцев. В игре необычная атмосфера, которая будет держать тебя в напряжении на протяжении всего времени. Как только ты попадаешь на летающий остров, сразу узнаешь, что здесь творится что-то жуткое, а страна погружена в темный мрак. Город красив собой, но внутри себя он хранит страшные тайны, которые тебе необходимо раскрыть ради спасения. Тропика 6 Стратегия, которая позволит тебе стать настоящим правителем собственного государства, которое ты должен развивать и контролировать каждый процесс деятельности. Одной из основных систем правления подобного рода государством будет именно диктаторство, где ты возьмешь под свой полный контроль все, что касается государства. Ты попадешь в мир настоящей экономической стратегии, и, соответственно, от твоих действий напрямую будет зависеть развитие событий. Ты должен сделать все возможное, чтобы твои так называемые владения стали одними из господствующих во всем мире. Поселение тебе необходимо создать на целом архипелаге островов, где присутствуют свои правила и особенности. Именно подобное разнообразие в правлении сделает твою задачу сложнее, но в то же время увлекательней. Старайся всегда улучшать инфраструктуру, укреплять защиту, а также соединять острова между друг другом. Инфраструктура транспорта в данной части стала заметно лучше, что позволит тебе развивать владение быстрее и эффективнее. Имеется система транспортных перевозок, включая такси и канатные дороги. Система дорог должна быть продумана и выстроена максимально комфортно для жителей города, но справиться с такой задачей будет довольно сложно. Нужно учесть массу важных пунктов. For the people Игра, исполненная в жанре стратегического симулятора, где тебе предстоит взяться за исполнение важной и ответственной роли – роли государственного чиновника. На твои плечи с самого начала возлагается масса обязанностей, а любое принятое решение будет иметь последствия. Промышленный центр отныне находится под твоим полным контролем, и ты должен привести его либо к глобальному краху, либо к процветанию. Стоит учитывать то, что в мире выстраивается совершенно новый тоталитарный режим с правилами и законами, которого необходимо соглашаться. Такие аспекты, как углубление социального кризиса и экономический дефицит, привели к жутким последствиям, спровоцировав революцию. Управляй гражданами, проводи беседы с теми или иными политическими представителями, создавай максимально выгодные взаимоотношения и принимай участие в некоторых заговорах, которые сумеют принести тебе пользу в будущем. Вся информация, которую ты сумеешь собрать, пригодится по мере прохождения, но ей следует разумно распоряжаться, чтобы не допустить ошибок и не спровоцировать конфликт. Half-Life 2 Популярная во всем мире игра, которая своим выпуском поразила весь игровой мир и стала лучшей из лучших в своем жанре. Данный проект смог получить за короткий период времени массу наград, что говорит о его увлекательности. Каждый персонаж, вплоть до мелочей, будет наделен реалистичной анимацией. Также игра может похвастаться уровнем проработки, графической составляющей и довольно интересным игровым процессом. Каждый персонаж будет взаимодействовать с другим, тем самым представляя огромный мир более реалистичным. Все герои-халфы обладают искусственным интеллектом, поэтому скучно тебе точно не придется. Ты сможешь насладиться очень интересной сюжетной линией, которая будет приводить тебя к совершенно неожиданным поворотам событий. Far Cry 4 Новая, более усовершенствованная и реалистичная часть серии шутеров с видом от первого лица, которые покорили весь мир. Здесь тебя ждет полная свобода действия, где ты сможешь передвигаться по многочисленным локациям, огромного и открытого для покорения мира. Здесь все вокруг будет проработано и прорисовано до самых малых деталей. Для тебя ждут густые леса, равнины и могущественные горные породы. Если быть точнее, то ты прямиком перенесешься в Гималайи, где и начнешь свою историю. У тебя будет возможность охотиться на представителей животного мира, которых на этот раз прибавилось как в количестве, так и в видах. Также ты сможешь покорять огромные просторы, сидя верхом на слоне. В твоем арсенале будет иметься разнообразное оружие, которое поможет тебе в схватке с противниками. Также нововведением четвертой части является добавление режима кооперативной игры, где ты отлично сможешь провести все свое свободное время в компании товарищей и других людей по всему миру. Многообразие миссий, многофункциональность, обширный мир и масса возможностей. Все это ждет тебя в четвертой части Far Cry. Mirror's Age Cataclyst. Экшен, который отправит тебя в далекое будущее и окунет в гущу динамично развивающихся событий. Здесь тебе предстоит посетить достаточно масштабный мегаполис, который скрывает жуткие секреты и тайны. Что тебе предстоит раскрыть? Ты сыграешь роль красивой и хрупкой на первый взгляд девушки по имени Фэйт. Наша главная героиня обладает очень гибким телом и массой приемов в плане паркура, что помогает одолеть ей не только сложные и опасные препятствия на своем пути, но и массу соперников, готовых на все ради ее смерти. Фэйт будет очень ловко справляться даже с перепрыгиванием с крыши на крышу, что позволит ей быстро передвигаться из одного пункта в другой. Ты попадешь в самую гущу жутких событий, выбраться из которых не представляется возможным. Но ты должна найти любой способ выхода из своего затруднительного положения. Все действия будут происходить с видом от первого лица, что позволит тебе глубже окунуться во всю атмосферу происходящего. Также тебе необходимо тщательно исследовать каждую локацию города, чтобы обеспечить себя всем необходимым для сражения выживания в жестоких условиях. Бихолдер. Настолько ярких игр как Бихолдер нет, поскольку тут игрокам предоставляются уникальные возможности. Когда игрок станет управляющим, то может пойти одной из дорог, при этом стать беддушным убийцем или остаться человеком, который может сострадать, сопереживать и так далее. В момент прохождения игры придется познакомиться с большим количеством жителей и вникнуть в их трудности, при этом узнать огромное количество тайн. Стоит отметить, что тематика мрачных, а также непредсказуемых игр на сегодняшний день пользуется огромной популярностью. Темный, а главное зловещий квест сможет порадовать и приятно удивить любого игрока, вне зависимости от того, какой он предпочитает жанр. Основная задача игрока заключается в том, чтобы стучать во все органы, что управляют миром. Некоторые вещи смогут поразить любого игрока и заставить переживать. Однако стоит понимать, что несмотря на реалистичность происходящего, это всего лишь игра. В игре нет огромных локаций, поскольку предоставлен небольшой город, который обладает массой загадок. Игроку придется выполнить огромное количество миссий, а также помочь многим жителям решить их проблемы. В игре разработчики приготовили для игроков возможность проходить миссии по моральной линии. Любое доброе дело будет вознаграждено, поэтому стоит приготовиться к спасению мира. Однако игроки могут встать на темный путь. Beholder 2. Тоталитаризм. Вот с чем придется бороться главному персонажу второй и новой части приключенческой игры с элементами логического мышления и черным юмором. Если в предыдущей версии вы были обычным домоправителем, то теперь вам предстоит переехать в настоящее министерство, и там выслеживать и выводить на чистую воду крупных чиновников и министров, которые нечисты на руку. Само графическое оформление игры немного мрачноватое, но все равно игра весьма увлекательная. Вы теперь будете не простым офисным работником, а членом министерства. Вам поручена весьма трудная миссия – выследить коррупционера в министерстве. Чем больше грязных министров и чиновников вы сможете выявить, тем больше игровых средств сможете заработать в этой увлекательной логической игре. Ваш персонаж получил новую должность, теперь он сидит в настоящем министерском кресле и выслеживает плохих парней. Это не обычные парни, это крупная рыба. У вашего персонажа уже имеется опыт. Он долгое время наблюдал за жителями дома и уличал людей в полном беспределе. Теперь его повысили в должности, и на этот раз он своими логическими способностями, а также обманом и хитростью сможет раскрыть тайные заговоры в настоящем министерстве. Таймшифт Эта игра включила в себя массу возможностей для пользователей, а также была разработана в стиле шутера с видом от первого лица. Ты сыграешь роль отважного и непобедимого героя, который обладает уникальной особенностью по управлению временем. Данная особенность заключается в том, что ты в любой момент сможешь остановить ход действия, вернуться в прошлое, либо же вовсе замедлить ход времени в игровом процессе. Мир игры потрясающий в своем исполнении, а также он подготовил для тебя огромное количество ловушек опасностей и соперников, одолеть которых будет непросто, как может показаться на первый взгляд. На протяжении всего прохождения старайся всячески усовершенствовать свои навыки, умения, а также способности, чтобы сразиться с боссами и более сильными соперниками. Борьба будет проходить за реальность, действительности которой и в помине нет, отчего происходит жестокое сражение между толпами врагов. Сюжетная линия отлично исполнена, а также порадует динамика игрового процесса. Ну вот и пришла нам пора с тобой прощаться. Хочешь добавить в эту подборку какую-нибудь игру? Пиши в комментариях. Также не забывай подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока.